Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем новый цикл программ «Разговор о медицине». Сегодня у нас в гостях врач-инфекционист Центральной клинической медико-санитарной части Фадеева Ольга Александровна. И мы хотим поговорить о очень насущной теме, которая связана с тем, что наступило летнее время, теплые дни, и поэтому люди максимально стараются выехать на природу, то есть в лес, в парк, на даче. И поэтому очень многих интересует вопрос именно клещевого энцефалита. И мы хотим именно поговорить, вот наша тема сегодняшней программы, она так и называется «Клещевой энцефалит. Активность клеща». Поэтому мой первый вопрос, Ольга Александровна, это такой. Давайте расскажем вообще, чем опасен сам клещевой энцефалит, и вообще какие симптомы этого заболевания, и нужно ли обращаться к врачу именно с этим заболеванием, с его признаками. Да, кстати, клещевой энцефалит, конечно, это очень опасное заболевание, так как клещевой энцефалит поражает головной мозг. Первые признаки заболевания клещевой энцефалита – это высокая температура, головная боль, тошнота, рвота. При любом появлении этого признака обязательно надо обращаться к врачу. Если человек увидел на себе клеща, разумеется, он тоже должен обратиться к врачу. Ольга Александровна, тогда вот такой вопрос, раз вы уже заикнулись, что человек увидел клеща на коже своего тела. Скажите, пожалуйста, вот увидел человек клеща, нужно ли самому извлекать этого клеща? И следующий вопрос такой, вообще нужно ли потом его куда-то везти на исследование и показывать специалистам? По возможности лучше отвезти в травмпункт. То есть человек сам по возможности клеща не извлекает. Ну, конечно, если он находится где-то очень далеко от города, далеко от травмпункта, у него нет возможности в ближайшие часы обратиться в медицинскую учреждение. Он может найти сам клеща, но делать это по специальным правилам очень осторожно. Клеща следует сохранить, положить его в какую-нибудь посуду, в стеклянную баночку, прикрыть крышечкой и отвезти в травмпункт. Если человек не снимает клеща сам, то он едет в травмпункт, и там ему уже доктор снимет, окажет первую квалифицированную помощь. Клеща положат в специальную приобирочку и проверят на исследование. Александр, скажи, пожалуйста, а вот какие вообще могут быть кожные полиции? Вот попал клещ на кожу, да? Что человек увидит перед собой визуально? Давайте тоже расскажем это телезрителям. После самого укуса, во-первых, человек увидит самого клеща, естественно, большого, красиво насосавшегося клеща. Что может увидеть ещё? Покраснение на месте укуса. Потому что клещ может укусить, кровь попил, ушёл. Клеща не осталось, но на месте укуса может оказаться покраснение. Но иногда бывает так, что человек не увидит ничего. Даже самую ранку не увидит. Вот это самый опасный случай. Скажите, пожалуйста, а вот вообще какова статистика? Часто ли вообще человек подвергается укусу клеща? И вообще сам диагноз клещевого энцефалита был ли диагностирован у нас в регионе? В настоящее время клещи довольно активны. С чем это связано? С тем, что у нас потепление раннее в этом году, аномальная жара стояла, и клещи проснулись раньше. В среднем у нас по статистике обращаются к нам в поликлинику от 3 до 5 человек в день с укусами клеща. Это если обратить внимание, что они все доходят до нас после травмунта всё-таки. Люди им всегда проявляют бдительность, иногда к врачу потом просто не приходят. С начала года в Ульяновской области зафиксировано 88 случаев укуса клещей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Более 40 пострадавших – жители Ульяновска. 25 случаев – это укуса клещами детей до 14 лет. С профилактической целью противоклещевой иммуноглобин получили 56 человек, в том числе 18 детей. Клещевой энцефалит за 10 лет своей работы в медицине. Я видела два случая клещевого энцефалита. Оба случая, слава богу, закончились благоприятно. А вообще, какие осложнения самого этого диагноза клещевого энцефалита? То есть, конечно, мы не хотим напугать наших телезрителей, но всё-таки, чтобы была такая насторожность, чтобы люди всё-таки более к себе, к своему здоровью относились более тщательно и более бережно. И, как вы и сказали, Александр, сразу обращались всё-таки к специалистам. Каковы вообще осложнения клещевого энцефалита? Почему этого всё-таки заболевания нужно бояться? Ну, во-первых, следует начать с того, что это заболевание может привести к смертельному случаю. Самое страшное. Его нельзя назвать осложнением, но это, тем не менее, такой неприятный достаточный исход. Ну и второе, то, что человек при своё время начатом лечения может остаться инвалидом, может остаться грубым неврологическим нарушением. Порезы, параличи, нарушение речи, слабоумие, особенно у маленьких детей, который может остаться на всю жизнь. Улья Александровна, тогда получается следующий мой вопрос. Давайте тоже телезрителям нашим расскажем, какие средства защиты всё-таки можно использовать, когда человек находится на природе, там, с семьёй, да, и как он должен позаботиться и о себе, и о членах своей семьи? Как при любом инфекционном заболевании, существуют два типа защиты. Это неспецифическая защита и специфическая. Неспецифическая – это обычно всем понятный путь. Это одежда, защитная одежда. То есть человек стоит максимально закрыть свою кожу. То есть открытых участков быть не должно? Закрытые руки, в первую очередь, ноги, брюки. Брюки заправляются в носки, в сапоги и головной убор. Стараемся прикрыть шею. Почему? Потому что укусы клеща наиболее опасны голову, шеи и верхней половины грудной клетки. То есть, как говорится, не дать клещу вообще никакой возможности даже доступа к клещу. Второе – это репелленты. Репелленты. Брызгаем, наносим на тело, 2-3 часа вы защищены. Потом надо отнести заново. И специфическая защита – это профилактика. Вакцина – профилактика. Но, если обратить внимание, люди приходят летом, спрашивают, когда надо сделать прививку. Прививку следует делать и раньше. Прививку мы начинаем делать в октябре, ноябре, крайний случай – февраль. Чтобы к лету получить стойкий иммунитет. В вакцинации существует два этапа. Первый – потом через несколько месяцев мы делаем вторую вакцинацию. И выходить в лес на природу можно через 2 недели после второй вакцинации, не раньше. Ольга Александровна, чтобы телезрители понимали, то есть вы сейчас говорите о теме специфической и не специфической профилактики. Давайте тогда на этом остановить поподробнее. Вы сейчас рассказали о вакцинации. Вообще, стоит ее бояться, не стоит бояться? Она помогает, не помогает? Значит, вообще, люди очень часто спрашивают. Есть категория людей, которые категорично настроены против всяких там вакцинаций, вмешательств в их иммунитет. Но в этом случае, в данном, все-таки нужна ли вот эта профилактика? У нас очень много убежденных противников вакцин, что не имеет под собой никакого основания. Любую вакцину пройдет по показаниям, учитывая определенные противопоказания. Если вы часто выезжаете на природу, в лес, конечно, лучше вакцинацию сделать. Но следует учитывать, что вакцинацию нельзя делать беременным женщинам. То есть, есть группа риска такая, да? Обязательно, обязательно. Беременным не делают. Две недели после родов обязательно надо пропустить. Людям, у которых только что принесли какое-либо острое заболевание, надо месяц подождать. Людям, у которых идет обострение хронического заболевания, тоже вакцинацию в данный период делать не следует. Надо подождать, пока обострение закончится. Сахарный диабет, тяжелая декомпенсированная форма, тяжелая сердечная недостаточность. То есть, не любую человеку, у которого просто повышается давление, который корригирует таблетками. Нет, имеется в виду тот, у которого давление не корригируется, идет кризовое течение. Или кто, например, принес инфаркт недавно. Также любые тяжелые заболевания почек и печени. В этом моменте, конечно, делать вакцинацию нельзя. Если человек принес какое-то инфекционное заболевание, тот же остовирусный гепатит, кишечную инфекцию, ему следует полгода подождать до вакцинации. Улья Александровна, еще возвращаясь к началу нашего разговора, все-таки, когда человеку вообще стоит все-таки после укуса клеща обратиться к специалистам? Или все-таки бывают такие случаи, когда можно, в общем-то, действительно, как вы сказали, ну, есть такие люди, которые, да, ему сказали, что не надо самим извлекать, но они извлекли сами, все сделали, вроде бы как положено, и даже повезут его куда надо на исследование, да. Но, тем не менее, все-таки при каких признаках все-таки стоит при укусе клеща немедленно идти к врачам? Следует обратить внимание, что наблюдать человек за собой должен 3 недели, не меньше, потому что инкобуцной период, то есть период, во время которого может приведать заболевание, это 3 недели. Температура. Любой повышенный температур. Субфибрильная или какая температура? Может начинаться субфибрильной, но в дальнейшем надо стать до высоких цифр. То есть это до 38? До 38, до 39, до 40 может нарастать. Это сыпь на коже, появление больших красных пятен. Это вместе укуса, Ольга Александровна? Не обязательно, иногда бывает и не вместе укуса. Почему? Потому что клещ передают не только клещевую энцефалию, передают такие заболевания, как боррелиоз клещевой, который проявляется как раз в красной сыпье. Это головная боль, особенно сильная головная боль, немотивированная головная боль. Тошнота, рвота, судороги, нарушение речи или нарушение обычного поведения человека, заметного его окружающим, которое ранее для него было нехарактерно. Ольга Александровна, еще такой вопрос, чтобы тоже давайте расскажем телезрителям. Очень часто спрашивают, при каких-то заболеваниях, например, или при каких-то инфекционных поражениях, люди спрашивают, опасен я или не опасен. Вот при укусе клеща человек опасен или не опасен для окружающих? Сам человек для окружающих не опасен. Это очень важно, потому что это очень важный такой вопрос. С человеком можно общаться, человек безопасен, в семье он никого не заразит. Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, чтобы они тоже понимали вообще и знали, были вооружены знаниями такими. Наш регион, Ульяновская область, вообще эндемичная по клещевому энцефалиту, вообще входит в какую-то именно полосу, которая все-таки попадает как в группу риска? Это такой, да? Или нет? Да, это вообще, Багоман, откуда пришел клещевый энцефалит. Клещевый энцефалит, его изначальное место появления – это Сибирь. До 50-х годов заболевания знали, но не знали никто, вызывая, что это такое. В 50-е годы, 20-е века туда отправляется группа ленинградских ученых, Элавия Зильберем, и они начинают исследовать возбудитель заболевания. Вот тогда его нашли, вирус выделили, назвали вирус клещевым энцефалитом. Дальнейшее место распространялся. Но в отличие от эндемичных территорий Сибири, у нас клещевый энцефалит встречается гораздо реже. Но, тем не менее, у нас считается территория, где встречаются клещевые клещи – это Старая Майна, Майнский район, Меликевский район, Ульяновский район. Встречаться они, встречаются, но гораздо реже, чем на Дальнем Востоке и в Сибири. Притекает форму, но все-таки гораздо реже. Но все-таки жителям этих районов нужно быть еще более насторожными. Еще более насторожными, но ни в коем случае не ослабляться. Обязательно обращаться к трампун. Почему? Потому что, помните, клещи отправят на исследование. Если в течение двух дней в клеще найдут вирус клещевый энцефалит, вам обязаны привести профилактику иммуноглобулина. То есть, берется специальное вещество, готовое антитела против вируса, которое защищает человека от заражения. И в зависимости от возраста человек от его массы они водятся. То есть, Ольга Александровна, получается уже 100% человек будет защищен? Профилактика, защита. То есть, помимо того, что в трампункте ему удалят клеща человеку, еще будет иммуноглобулина? Да, мы помогаем своей иммунной системе, вводим готовые защитные антитела, чтобы она была защищена. Но следует сказать, что действуют они не очень долго. То есть, это не прививка. Нельзя, получив уколы иммуноглобулина, расслабляться и спокойно ехать в лес. Потому что максимальных действий – это 20 дней. 20 дней. То есть, в этот промежуток времени человек в безопасности абсолютно. А в дальнейшем человек сам вырабатывает свои антитела. Если у него попал вирус, он начинает защищаться сам. Скажите, пожалуйста, Ольга Александровна, вот сейчас мы все знаем, мы смотрим все средства массовой информации, следим за различными новостями и знаем, что обрабатывается. У нас обрабатываются некоторые территории специально, значит, там какими-то растворами специфическими. Что вы можете сказать об этой обработке? Она вообще дает какой-то результат? Вообще, как она необходима? И какую-то гарантию она дает людям в безопасности? Да, несомненно, дают. Но следует сказать, что обрабатываются парки. Близлежащие садовые участки могут, но не все. Леса не обрабатываются. Люди часто выезжают за грибами, за ягодами, что у нас сейчас летом начнется, и там обработки у нас нет, к сожалению. Плюс обработка проводится обычно весной, и перезимовавшись клещи, маленькие новорожденные клещи, которые были в лесной подстилке, могут уцелеть. Не все могут погибнуть при обработке и остаться. Поэтому ослабляться в парках городских тоже не следует до конца. Значит, еще раз хочу сказать, чтобы телезрители знали, что медики всегда рядом, врачи всегда рядом, мы всегда поможем, да? И что есть адреса травмпунктов, которые мы дадим обязательно, значит, в нашей программе, куда человек может обратиться. И вот этого клеща все-таки, как, значит, я резюмирую. Первое, лучше не извлекать самому. Обязательно. Да, лучше сразу обратиться в травмпункт, это первое. Второе, не заниматься ни в коем случае самолечением, да? И вытекающий третий из этого пункта, да, обязательно обращаться к специалистам, к врачам. К каким врачам именно обращаться нужно? Конфекционисту. В первую очередь, к конфекционисту. Почему еще нельзя извлекаться самого клеща? Во-первых, человек может оставить головку, хоботок в теле. Это риск нагноения, даже не столько инфицирован, столько нагноения. То есть, может быть, даже абсцессы. Были случаи в такой практике, человек хвостик оставил, головку оставил, все, нагноился, рано пошел к хирургу. Вторая ситуация. Человек может раздавить клеща нечаянно. Раздавить клеща, это повышает риск конфицированности клещевым энцефалитом, баррелиозом. Еще следует сказать насчет риска. То есть, он может быть, Ольга Александровна, я извиняюсь, что перебиваю, он может сам даже еще спровоцировать заражение, даже еще дальше. И вхождение инфекции дальше, да? Может, может. У нас очень распространено, что клеща надо полить маслом. Клеща полить маслом, он перестанет дышать, его легко вынуть. На самом деле, нет. Во-первых. Во-вторых, клещ, когда его поливают маслом, он выделяет большое количество слюны, где и содержится вирус. Вот это очень важно, Александр. Скажите, пожалуйста, еще раз. Что не нужно делать? Не поливать спиртом, не поливать маслом. Если уж вы решили излечить риска самостоятельно, почему-либо, надо взять либо нитку, суровую нитку, аккуратненько обводите вокруг хоботка, пинцет и очень осторожно, покачав его из тайны в сторону, по часовой стрелке извлекаете. Либо продается в аптеке специальный прибор и вилочка. Аккуратненько подводите, она позволяет извлечь и безболезненно и не оставляет хоботок в ране. Но мы еще с вами не сказали, что клещем энцефалита может заразиться не только при укусе клеща. Есть еще какие-то способы заражения. Про которые очень мало кто знает, это козье молоко. Сырое, не кипяченое козье молоко. Почему? Потому что козь кусает, и вирус выделяется. Слышала не так давно, слышала очень интересную фразу как раз от женщин, приходила на прием, как раз сказала, что если человек пьет козье молоко, он не заболеет, потому что у него будет иммунитет. Но это не так. Как раз очень легко заболеть. У нас был случай, в том году я выезжала на конференцию в Москву, поднимали случай, как раз докладывал доктор из Костромы, Костромская область. У них было 6 случаев клещевого энцефалита. Один случай был как раз при употреблении сырого козьего молока. Интересный факт. Очень интересно. Я думаю, телезрителям тоже понравилась эта информация. То есть, отсюда вытекает следующая для них тоже полезная информация. К продуктам тоже нужно относиться с особой тщательностью. Очень страшно, очень бережно. Смотреть, что мы употребляем. Вы сказали про молоко, значит, тоже нужно обработать его. Обязательно кипятить. Обязательно кипятить. Особенности даете детям, тем более. Маленькие дети очень уязвимы. Ну что ж, дорогие телезрители, вот такой разговор о медицине у нас сегодня получился. Я думаю, что сегодня вы получили очень много полезных советов. С вами был я, доктор Смирнов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова